Как Рейн? Ты скажи, какой город послал за ним? Тарен, сэр. Правильно. А потом? А потом было сражение, сэр. Правильно. А где? Мальчуган с пустым выражением уставился в пустоту окна. Басни дочерей памяти. Но ведь чем-то и не похоже на басни памяти. Тогда фраза, сказанная в сердцах. Шум блейковых крыл избытка. Слышу, как рушится пространство. Обращаются в осколки стекло и камень. И время охвачено синебагровым пламем конца. Что же нам остается? Я позабыл место, сэр. В 279 году нашей эры. Аскулу бросил Стивен, заглянув в книгу с румцами кровопролитий. Да, сэр. И он сказал, еще одна такая победа, и мы погибли. Вот эту фразу мир и запомнил. Утеха для скудаумных. Над усеянной телами равниной, опершись на копье, генерал обращается с холма к офицерам. Любой генерал. К любым офицерам. А те внимают. Теперь ты, Армстронг, сказал Стивен. А каков был конец пирра? Конец пирра, сэр. Я знаю, сэр. Спросите меня, сэр, вызвался коммин. Нет, ты обожди. Армстронг, ты что-нибудь знаешь о пире? В ранце у Армстронга уютно притаился кулек с вялеными фигами. Время от времени он разминал их в ладонях и отправлял потихоньку в рот. Крошки, приставшие к кожице на губах. Подслащенное мальчишеское дыхание. Зажиточная семья. Гордятся, что старший сын во флоте. Пиксроуд. Долки. А пире, сэр. Пир? Это пирс. Все засмеялись. Визгливый, злорадный смех, без веселья. Армстронг обвел взглядом класс. Дурашливая ухмылка на профиле. Сейчас совсем разойдутся. Знают, что мне их не приструнить. Оплату их папаше внесли. Тогда объясни, сказал Стивен, касаясь плеча мальчуга на книжкой. Что это такое, пирс? Ну, пирс, сэр. Тилл Армстронг. Такая штука над морем. Вроде как мост. В Кингстауне, пирс, сэр. Кое-кто засмеялся снова, без веселья, но со значением. Двое на задней парте начали перешептываться. Да. Они знали, никогда не изведав, никогда не были невинны. Все. Он с завистью оглядел их лица. Эдит, Этель, Герти, Лили. Похоже на этих. Дыхание тоже подслащенное от чая с вареньем. Браслеты звякают во время возни. Кингстаунский пирс, повторил Стивен. Да. Несбывшийся мост. Их взгляды смутились от его слова. Как это, сэр? Спросил комин. Мост. Он же через реку. Хейнсу в его цитатнике не для этих ушей. Вечером среди пьянки и пустословия пронзить, словно пирс, воду, ровную гладь его ума. А что в том? Шут при господском дворе, благоволимый и презираемый, добился от господина милостивой похвалы. Почему все они выбрали эту роль? Не только ради ласки и поощрения. Для них тоже история эта сказка, давно навязшая в ушах. А своя страна – закладная лавка. Разве пир не пал в Аргасе от руки старой ведьмы? А Юлия Цезарь не закололи кинжалом? Их уже не изгнать из памяти. Время поставило на них свою мету и заключило, сковав пространство, что занимали уничтоженные ими бесчисленные возможности. Но были ли они возможны, если их так и не было? Или то лишь было возможным, что состоялось? Тките ветра ткачи! Сэр, расскажите нам что-нибудь. Ага, сэр, про привидения. Где мы остановились тут? Спросил Стивен, открывая другую книгу. Оставь рыдание, сказал Кобин. Ну, давай, Толбот. А историю, сэр? Потом, сказал Стивен. Давай, Толбот. Смоглый мальчуган раскрыл книгу и ловко приладил ее за укрытием своего ранца. Он начал читать стихотворение, запинаясь и часто подглядывая в текст. Оставь рыдание, о пастух, оставь рыдание. Ликит не умирал, напрасно скорбь твоя, хотя над ним волны сомкнулись очертания. Тогда это должно быть движением. Актуализация возможного как такового. Фраза Аристотеля сложилась из бормотания ученика и поплыла вдаль в ученую тишину библиотеки Святой Женевьевы, где он читал, огражден от греховного Парижа, вечер за вечером. Рядом хрупкий сиамец штудировал учебник стратегии. Покруг меня насыщенные и насыщающиеся мозги, пришпиленные под лампочками, слабо подрагивающие щупиками. А во тьме моего ума грузное подземное чудище, неповоротливое, боящееся света, шевелит драконовой чушуей. Мысль — это мысль о мысли, безмятежная ясность. Душа — это неким образом все сущее. Душа — форма в форм. Безмятежность нежданная, необъятная, лучащаяся. Форма в форм. Толбот твердил. И дивной властью того, кто шел по водам, и дивной властью. Можешь перевернуть, — сказал Стивен безразлично. Я ничего не вижу. — Чего, сэр? — спросил простодушно Толбот, подаваясь вперед. Его рука перевернула страницу. Он снова выпрямился и продолжал, как будто припомнив. О том, кто шел по водам. И здесь лежит его тень. На этих малодушных сердцах. И на сердцах безбожника. На его устах. На моих. А на иноснедаемом любопытством в лицах тех, что предложили ему динарии. Кесареву кесаря, а Божие Богу. Долгий взгляд, темный взгляд. Загадочные слова, что без конца будут ткаться на грозных церкви. Да. Отгадай загадку, будешь молодец. Зернышки посеять мне велел отец. Толбот закрыл книжку и сунул забранец. — Все уже? — спросил Стивен. — Да, сэр. Десять хоккей, сэр. Короткий день, сэр. Четверг. — А кто отгадает загадку? — спросил Стивен. Они распихивали учебники, падали карандаши, шуршали страницы. Сгрузившись вместе, защелкивали, застегивали ранцы, разом весила тратория. — Загадку, сэр. Давайте я, сэр. Я, давайте я, сэр. Какую потруднее, сэр. Загадка такая, сказал Стивен. Хочет, поет, чист небосвод. Колокол в небе одиннадцать бьет. Бедной душе на небеса час улетать настаёт. Отгадайте, что это? — Чего-чего, сэр? Еще разок, сэр. Мы не расслышали. Глаза их расширились, когда он повторил строчки. Настала пауза, а потом Кокрейн попросил. — Скажите отгадку, сэр. Мы сдаемся. Стивен, чувствуя подкативший к горлу комок, ответил. — Это лис хоронит свою бабку под астролистом. Нервически рассмеявшись, он встал, и эхом ему нестройно раздались их возгласы разочарования. В дверь стукнули клюшкой, и голос из коридора подключал. — Хоккей! Они кинулись, как оголтелые, боком выскакивая из-за парт, перемахивая через сиденья. Вмиг комната опустела. И из раздевалки послышался их гомот и грохот клюшек и башмаков. Сарджент, единственный, кто остался, медленно подошел, протягивая раскрытую тетрадь. Его спутанные волосы и тощая шея выдавали явную неготовность. Слабые глаза в запотевших очках глядели просящие. На блеклой бескровной щеке расплылось чернильное пятно в форме финика, еще свежее и влажное, как след слизня. Он подал тетрадку. На верху страницы было выведено. Примеры. Дальше шли цифры в крифе, в кость, а внизу имелся корявый ростчик с разгог... Он подал тетрадку. На верху страницы было выведено. Примеры. Дальше шли цифры в крифе, в кость, а внизу имелся корявый ростчик с загогулиными и скляксой. Сирил Сарджент. Личная подпись и печать. Мистер Дизи велел все снова переписать и показать вам, сэр. Стивен потрогал края тетрадки. Что толку? Ты уже понял, как их решать, спросил он. С одиннадцатого до пятнадцатого, отвечал Сарджент. Мистер Дизи сказал, надо было списать с доски, сэр. А сам теперь сможешь сделать? Нет, сэр. Продолжение следует...